На общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина обсудили текущую ситуацию с распространением COVID-19. Совещание прошло в онлайн-формате в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. По словам Владислава Мерзонова, на сегодняшний день в округе работает 1470 медработников и более сотни бригад скорой и неотложной помощи. Число вызовов перевалило за 4000 в сутки. Причем это месячный показатель. Главный врач попросил помощи у волонтеров. Они подменят медперсонал, который перевели на работу в неотложную помощь, а также заболевших медиков. Очень прошу помочь нам с волонтерами. Очень сильно нужны молодые люди, владеющие компьютером. Мы обучим их закрывать обслуженные вызовы. В контакте они не будут с пациентами. На сегодняшний день в Химках зарегистрировано 15 тысяч больных ковидом. Растет госпитализация. В округе развернули 500 коек. 60% из них уже заняты больными. Владислав Мерзонов сообщил, что в связи с большим количеством ежедневных вызовов в области принято решение. Пациентов с температурой ниже 38 градусов призывают самостоятельно посещать поликлиники, не дожидаясь прихода врача на дом. Ну а чтобы снизить нагрузку на поликлиники, больничные листы теперь можно закрывать онлайн. С конца прошлой недели в таком формате уже закрыто более 4000 больничных листов. У нас есть два заболевательных листов, которые мы открыли уже будучи по заболеванию в клинике или на дому. Этих пациентов мы обзваниваем, соответственно спрашиваем самочеты. А по результату отрицательного мозга получается априори закрываем больничные листы. Созваниваем с пациентом, говорим, что мы закрываем больничные листы, диктуем номер больничного листа. Они сейчас у нас только в электронном виде, поэтому работодатели уже этот больничный лист видят. По прогнозам врачей, пик заболеваемости будет преодолен не раньше, чем через три недели. Единственным действенным решением остается вакцинация. Прививка не гарантирует полной защиты от вируса, но с ней болезнь пациенты переносят в легкой форме. В Химках по-прежнему открыты 9 пунктов вакцинации на базе поликлиник, а также мобильный пункт в ТЦ Мега. Также в городе заработала доставка лекарственных препаратов пациентам с COVID-19 курьерами МОЗ облмедсервиса. Если пациенту приходит положительный тест на коронавирус, ему назначает лечение врач. Затем медсестра формирует пакет с нужными медикаментами, которые в течение дня доставит пациенту курьер.